Добрый день, дорогие друзья! Ну, кроме того, что я зайду в магазин, это как бы стандартная процедура, в общем-то, основной задачей того, что я еду в город, я еду встречать свою свекровь. Она гостила у своей дочери в Зеленограде. И вот сейчас возвращается. Поэтому я еду на вокзал встретить. Вова поехала на рыбалку. Я вообще вчера еду. Такая, знаете, ребята, погода такая, ну, не теплая, ну и не холодная. Самое то, что покататься на велосипеде. Приезжая домой, Вова нету на рыбалке. Думаю, ну ладно, хорошо. Как раз он уже, значит, на рыбалец. И завтра мы с ним поедем покатаемся на велосипедике. Ну, смотрите. Вот такая вот вполне себе нормальная погода. Самое главное, нет дождя, и уже несколько дней сухо. Очень хотел поехать по своему любимому маршруту, который идет от нас через Ольшанский переезд, на Поплевино и назад. Вот это у нас самый любимый маршрут. Почему он любимый? Во-первых, живописный. Во-вторых, не нужно сильно ехать в горку туда, но она все-таки есть горка. И назад с горки ехать. Ну, только там один маленький участок, которая, ну, такая крутая горка перед Победенькой. А так, почему я его люблю больше, например, чем в сторону Заречного? В сторону Заречного довольно-таки, ну, она не крутая, но такой затяжной, затяжной, длительный подъем, ну, более крутой, чем, например, на Поплевино. И получается, туда ты едешь, отдыхаешь, потом пока уже уставший, и тебе приходится возвращаться в горку. Поэтому я этот маршрут не люблю. Ну, Вол мне сказал. Знаете, он человек как раз ехал, ездил в ту сторону, там все перепахали, и получается, на той грунтовой дороге, по которой мы обычно ездили, лежат большие такие камени, то есть, ну, комки такие, получается, породы. В общем, ехать, мало того, что там еще, наверное, колея, и немножко где-то грязное, получается, ехать на его свет будет неудобно. И он сегодня снова поехал на рыбалку, а я вот еду в город. Наступила золотая осень. Ну, вчера я уже, когда вышла, знаете, лобовое стекло было замерзшее, так что скоро зима. Ну что, я приехала в город. Вот наша бугровка. Время у меня еще есть. Пойду, куплю мясо. Позвонила ребят свекрови, спрашиваю, где ты едешь? Она не знает, где она едет. Ну, короче, поэтому зашел офис в фикс прайс, и еще сейчас зайду в магнит косметик. Здесь какие-то свечи. Знаете, они вообще не пахнут. Потому что сначала вроде вот так вот не пахнут, а потом нет. Это, наверное, какие-то дорогущие надо покупать. Вот какие белочки, смотрите. Но они из такого неприятного материала. Кстати, наверняка многие спросят, как я называю свою свекровь. Свою свекровь я называю по имени-отчеству. Первый раз, когда я выходила замуж, я была очень молода и называла свою свекровь, ну, как вот от меня ждали, мамой. Ну, знаете, все время у меня все равно коробило, когда я его называла мамой, потому что, понятное дело, все-таки мама у человека одна, и я не приверженец того, что вот называть этот мамой. Я приверженец тому называть так, как вам хочется. Если вам действительно из души идет, что вам хочется назвать мамой, называйте мамой. А если как мне нет, то, я думаю, не стоит из себя выдавлять. Бесит, когда у нас подбегает лампа, это очень действует на нервы. Сегодня в экспрессе просто какой-то аншелак. В общем, народу, во-первых, очень много. Люди покупают постольку. Вообще, передо мной женщина ставила на 3 тысячи купила. Еще и не карты расплачивала, расплачивала, наличка. Блин, бесит мне, когда сейчас наличка расплачивала. Кассир взял, деньги сдачи дал. Блин, столько времени это затрачивает. А я купила вот сменную насадку на шваку. После этого стояла. Я думала, там женщина одна. Думаю, как бы быстро. Не тут-то было. Сегодня 15 часов и в Магнит-косметике 20% скидка на товары. Я так думаю, что без желтой цены. Вот. Ну, тоже пройдусь. Так, ребят, давайте быстренько. Секундочку. Быстренько покажу вам, что я купила. Так, ну, эту тряпку я в Экспрессе купила. Купила, снова купила дезодорант вот такой. Он по 200 рублей. Купила вот такой гель для душа и вот такой гель для душа. Этот 160, этот 150. В общем-то, все равно, конечно, дорого, но по сравнению как с другими ценами и купила по Магнит-мыло. Ну, мне нравится мыло по Малив. Все-таки пробовала покупать такие более дешевые варианты мыла. Они, знаете, как будто галькой моешься, она нифига не мылит и запах отвратительный. Ну, и купила вот этот шампунь 249 рублей. Честно говоря, не очень я сильно люблю Эльсе, но цена меня соблазнила. Так что так. Мне уже позвонила Свекровь, сказала, что она уже приехала, так что выдвигаемся на вокзал. Свекровь я встретила, ну, она, ей ничего не надо в магазинах, а мне еще пару магазинов надо, но как деревенские жители не можем просто так поехать в город и сделать пустую поездку. У нас здесь есть вот такой неприметный магазин, вот видите, косметика. В общем, у меня кончился мусс. И я всегда покупаю один и тот же уже на протяжении многих-многих лет вот такой вот шварскоп. Он мне очень нравится и, в общем, пользуюсь только им. Хватает его надолго, в общем, пользуюсь, все прекрасно. Ну, стоимость у него всегда была небюджетная. Вот. Тут заканчивается и я смотрю на Вайлбересе и на Озоне стоимость. Знаете, он стоит тысяча и выше. Ну, там тысяча, тысяча двести. Ну, самое дешевое 990. Я думаю, блин. А всегда получалось на Вайлбересе дешевле, чем у нас здесь. Захожу сейчас в этот магазин. 680. Я говорю, да эти два. У него как раз было два последних. В общем, взяла. Представляете, пошла без куртки. Куртку оставила в машине. Потому что я вся зажарилась. А, что я вам еще из новостей не рассказала? Я вчера сделала прививку очередную от коронавируса. Первую дозу. Сделала добровольно. И первый раз я делала добровольно. Так что в конспирологию я не верю. Кстати, про мусс. Вот в простых магазинах сетевых я вообще не вижу такую марку. Шварцкоп профессионал. А, что хотела еще сказать. Сейчас, когда у нас вот эти вот все события начались с мобилизацией, мне стали поступать язвительные комментарии на мои видео про Узбекистан. Что типа, ну что, сестра, не пора ли домой? Вот так. Решил, ребят, взять вот такое кокосовое масло. Оно по акции. Стоимость, конечно, все равно не бюджетная. 250 рублей 600 миллилитров. Но я уж очень долго хочу попробовать. Сама себе дала за руку. Думаю, будет по акции, возьму. Попробую. Только я успела домой приехать, разобрать покупки и чуть-чуть перекусить. Звонит Вова. Говорит, выходи, я рыбу привез чистить. Потому что приехал много привез. такой вот улов. Так я и знала, раз приехал рано, значит привез больших. Рыба превратилась вот в такие котлеты.